Городские цветы – это не слова из известной песни, а название конкурса, который в первый день празднования Дня Славинского района и юбилея города стартовал в городском Доме культуры. Цветочной тематикой и просто благоухающим настроением прониклись все, кто пришел на состязание. С подробностями наши корреспонденты. На конкурс-выставку «Городские цветы» славянцы шли в прямом смысле слова по запаху, ведь малые залы Дома культуры, где были представлены композиции, пропитались самыми разными цветочными ароматами. В конкурсе приняли участие как цветоводы-любители, так и профессиональные флористы. Кроме того, свои работы в номинациях «Цветы в горшках и срезах» на выставке представили различные общественные организации района. В фойе всех участников и зрителей встречала оригинальная композиция из комнатных цветов, выстроенных в форме надписи «150 лет». Ну а на самом конкурсе-выставке «Городские цветы» можно было увидеть просто кладезь творческих находок флористов. Денежное дерево, цветочная арка, пироги и торты из цветов, даже платье из роз. Благодаря стараниям участников конкурса «Городской Дом культуры» превратился в настоящее цветочное царство. Например, для изготовления этой работы потребовалось целых два дня и 500 роз. Получилась настоящая королева праздника. Конечно, не миллион алых роз, но ровно полтысячи. Носила на себе маленькая модель по имени Ангелина. То, что красота требует жертв, девочка прочувствовала на себе. Шикарное платье из роз весит почти 10 килограммов. Автор работы Лана Бабаян рассказала о создании своего цветочного шедевра. Нужно в течение дня с последовательностью определенной, допустим, через 2-3 часа подрезать цветок на определенную высоту, чтобы он напился полностью, бокал пропитался. Поэтому, в принципе, вот он без воды. Три дня это как бы я даю гарантию, а так он может еще дольше постоять. Я очень положительно отношусь и считаю, что надо, наверное, постоянно их проводить, чтобы люди делились своими способностями какими-то и вообще секретами. Вот, допустим, что-то не знаю я, что-то не знает другой человек. Делиться, я считаю, что это нужно. Эустома, антириньум, аистомерия, протея. Каких только разновидностей цветов здесь не было. Все они воплощались флористами в творения самых причудливых и необычных форм. К примеру, на выставке можно было увидеть даже молекулу города. Правда, в цветочном исполнении. Когда мы готовились к конкурсу, нам сказали, что у конкурса есть тематика «Городские цветы». Мы долго думали, какую же композицию нам представить в такой тематике. И у нас появилась идея разложить город на его составляющие. Пришла идея создать молекулу города. Бревно березовое, которое находится в центре композиции, оно является собой основой. Какой бы город урбанистический не был, он все равно своими корнями тяготеет к природе. И все равно, когда мы думаем о душе великой, мы все равно стремимся ближе к природе. Поэтому мы решили создать такую цветочно-деревянную молекулу города. Техника тейпирования, в которой выполнена композиция, делает ее очень удобной, легкой и долговечной. Автор работы Анна Сандульская из Краснодара флористикой занимается уже 7 лет. В подобных конкурсах она участвовала не раз. По флористику пришла из мира цифр и финансов. Есть работа для жизни, есть работа для того, чтобы прокормить семью, а есть работа для души. Когда я занимаюсь цветами, это не работает. У меня душа поет, я радуюсь. Мне нравится дарить радость людям. И когда к нам приходят молодые стажеры, и когда мы видим огонь в их глазах, это многого стоит. Посетители выставки как будто попадали в цветочную оранжерею. Самым юным ценителям красоты пришлись по душе самобытные идеи авторов. Я пришел на конкурс кубанских цветов и увидел там красивые цветы. Мне здесь понравился букет цветов, похожий на колесо и на мишку. Мне здесь нравится, потому что это есть, это цветы очень красивые. Все их делали, и все это струкзон делали, поэтому мне нравится. Представители Славянского районного совета ветеранов к любому делу, в том числе к участию в конкурсе, подходят с душой и, конечно, с песней. На груди ордена, но трудились мне ради славы, ветераны труда, гордость нашей российской державы. Наш хор ветеранов труда были заинтересованы очень в сегодняшнем участии в нашем конкурсе, поэтому мы за неделю вырастили шикарные лилии, сделали очень хорошую икибану из цветов, целую ночь сидели ворковали. Это композиция в кабачке, он там внутри, красиво оформлен моими руками, тем, что было у меня в саду. Вот, пожалуйста, эта композиция, перчик красный, представлен вашему вниманию, депоративные тарелочки. В этот день каждый по-своему признался в любви родному городу-юбиляру. Кто-то своими оригинальными яркими композициями, а кто-то душевной песней и даже стихотворением. Вижу гор Кавказские грани и красу родных полей, город Славянск на Кубани, хороводит о полей. Я была в Калуге, Брянске, еще многих городах, но милее нет Славянска. Буй на кипе не в садах, он раскинут над протокой, и на юг, и на восток, в глубину реки широкой смотрит милый городок. Над рекой купают ивы, ветви, ты куда-то глянь, здравствуй город наш счастливый, сердцу милое Кубань. Алена Лавринова, Александр Косицын, программа События.